всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня опять заготовками заготовками на зиму сегодня на очереди чеснок чесноку наросло много яхали хочу предложить вашему вниманию один из очень хороших очень вкусных рецептов чеснока чеснок маринованный в масле мы будем делать с вами не с одним вкусом этот чеснок я сейчас вам все расскажу и покажу поехали нам потребуется чесночок я вот так вот и вы видите почистила промыла приготовила здесь у меня 950 граммов ну вам считать что почти килограмм до килограмма не хочется уже идти тут не так это совсем уже и важно эти граммы на все равно я вам на пол килограмма чеснока дам вам всю ну все по продуктам внизу видео как обычно нам потребуется масло у меня растительное масло можете использовать оливковое масло можете смеси оливковое с растительным хуже не будет мне 500 граммов я думаю что чуть побольше будет но я там добавлю в кастрюлю когда буду мне просто здесь мерная мерный стаканчик всего 500 граммов понадобится соль понадобится уксус так и приправки лавровый лист я взяла свежий базилик свежий красный острый перец сушеный острый перец здесь перец горошком и сушеный базилик то есть мы в в баночках в небольших вот в таких вот сделаем разный чеснок с разными вкусами про баночки баночки должны быть простерилизованы и совершенно сухие вот совершенно сухие крышки банки поэтому даже чтоб влага туда не попала я сразу крышечками вот так вот прикрыла так переходим газовой плите будем готовить сначала чеснок вода закипела здесь у меня два литра и на 2 литра воды я положу 4 столовые ложки соли с такой небольшой горочкой не сильно но немножко с горкой и 6 столовых ложек 9 5 процентного уксуса так размешаем сейчас закипит она быстро и мы будем отправлять туда наш чесночок даем чесноку закипеть и с момента закипания провариваем его в течение пяти минут здесь у нас приготовлено наше масло но пока я его не включаю кипятится лучше потом подождем чем сейчас не дай бог отсюда брызги попадут в масло то есть чтобы себя предостеречь что лучше давайте сначала с кипятим сварим чеснок а потом уже займемся маслом чеснок прокипел пять минут все я его выключаю и перекладываем сейчас его на сито чтобы полностью убрать воду я взяла подносик застелила его полотенцем бумажным и сейчас вот так вот чесночок сюда выложу и еще вот полотенчиком его обсушу нам нужно его сделать сухим а в то время я уже поставила масло включила комфорку и маслица у нас разогревается сейчас можете не пробовать даже чесночок такой сейчас невкусный он просто как бы вареный просто его обсушиваем чеснок обсушили и сейчас приготовить будем наши баночки пока масло разогревается значит в каждую баночку положим по лавровым листочку это будет у нас во всех баночках лежать пока я сделаю вот 6 посмотрим там насколько мне хватит еще две готовы и сделаем разные вкусы значит в одну баночку я положу перчик острый вот так вот в одну положу баночку перец горошком базилик вот так вот в одну положу ну по желанию сколько бросите несколько вот так вот листиков так в другую баночку положу перец тоже острый но сушеный в эту положу баночку базилик сушеный поверьте мне сырой базилик листочки сушеный разные вещи на эту оставлю так просто с ловушкой и сейчас ложечкой раскладываем чесночок по банкам вот смотрите масло пошел такой дымок уже это значит что масло уже закипела вот тихонечко очень аккуратненько наливаем потихоньку я вот взяла даже половничек потому что неудобно проливается мимо будьте предельно аккуратны это кипящее масло ни в коем случае чтоб не дети не животные на кухне тут вот с вами не крутились не вертелись вот такая вот реакция идет это нормально вот так и должно быть как только пузырьки прекращаются проходят они так ну баночку закрываем плотненько я у меня не хватило на одну баночку я еще докипечивала масло докипятила вот так вот закрыли и сейчас оставляем здесь остывать да по полностью не трогаем вот прямо поэтому на досочке у меня стоит оставляю здесь как остынет я уже вам покажу что там происходит но чесночок получается очень вкусненький такой под копченый такие заготовки я буду хранить и в холодильнике если вы хотите масло такого ну такой вот чеснок с маслом храните не в холодильнике например в кухонном шкафу то вам нужно будет их простерилизовать тогда вот так вот закрыв баночки сразу горячие вы будете ставить в кипяток и стерилизовать 10 минут с момента закипания тогда они у вас будут стоять шкафу у меня стоят в холодильнике место есть масло очень получается ароматная вкусная вот такой вот чесночок у нас получился смотрите какая красота это у нас перчика если будет оливковое масло будет цвет немножечко другой чеснок получается здесь под копченый такой вот вкус у него будет такой под копченого немножко чесночка потому что мы заливали его вот кипящим таким маслом и вот этот вот вкус у него останется послевкусие во первых сам чеснок очень вкусненький а во вторых масло масло когда постоит она пропитается и чесночком и перчиком вот допустим в данном случае да видите какая красота потом базилик вот здесь у меня смотрите будет запах базилик чесночок масло можете использовать в любые салаты зажарки чеснок подавать к мясу к рыбе ну как отдельную закуску но это вообще универсально просто универсальная заготовочка с перчиком видите просто с перчиком можете просто один чесночок если вам понравился рецепт то ставьте лайки не забывайте подписаться на мой канал а я как всегда желаю вам всего самого хорошего и доброго с вами была ваша татьяна пока пока